Доброе утро! Я приветствую вас в первом влоге из трёх марафонов 3х3. И сейчас у нас 12.09. Хм-хм, кек. В общем, дело в том, что я проснулась с 6 утра. Взяла книгу, прочитала её, заснула. Проснулась ещё не знаю во сколько, потому что я не видела времени. Прочитала 90 страниц и опять заснула. Но сейчас я опять проснулась, прослушала, ух, господи, боже мой, две полторы главы от Твинкл с любовью. Поэтому вы уже знаете, я слушаю аудиокнигу, но я не думаю, что я её закончу даже через 3 дня. Это просто такое было, пока я немножко приводила себя в порядок. Дальше. Я уже прочитала «Рождественское свидание» Холли Смейл. И это очень быстрое чтение, потому что шрифт, как говорится, размером с мою голову. Это была самая прекрасная книга, которую можно было только придумать, чтобы взять и именно её прочитать в рамках марафона. Она мне понравилась. Это повесть небольшая. Повесть занимает, наверное, я не знаю, типа вот столько. То есть, ну, прям вообще ничего. А дальше идут какие-то дополнительные плюшки, материалы. Холли Смейл рассказывает о себе или она рассказывает о героине. Просто какие-то такие дополнительные плюхи. И дальше потом ещё один идёт мини-рассказ про баскетбол, про нетбол, извините меня. Который тоже был достаточно прикольный. Всё, ничего. Но я закрываю книгу и вижу, за сколько я её купила. 449 рублей. Чтение на 3 часа. Ладно, на 2 даже, наверное. Я же подавилась от шока. И я, конечно же, уже хочу продолжение. Куда без этого. Зашла и поняла, что его нигде нет. Он продаётся только в физическом читай-городе. И наверняка там стоит дороже, чем 449 рублей за 250 страниц. Потому что следующая книга, соответственно, это не новелла, а прям книга-книга. И я такая... Я написала одной девочке уже на лайв-либе, типа там, которая обменивает или продаёт. Такая, можно купить, можно обменять. И она просто, оказалось, забыла убрать её из обмена. И она, на самом деле, её давно уже отдала. Поэтому, что мне делать... Вот. Я не могла этого не сделать. Что мне делать, я не знаю. Дайте мне совет, пожалуйста. Где можно купить, но чтобы не за, типа, 700 рублей. Это будет очень дорого. Дальше. Привычка к творчеству Твайл и Тарп. Твайл и Тарп. Я уже прочитала 90 страниц. Да, вот они. И, скажем так, я всегда немножко насторожно отношусь к авторам нонфикшена, которые считают, что их мнение это истина в последней инстанции. Твайл и Тарп, она, я так насколько понимаю из книги, она уже немного в возрасте. И, возможно, это накладывает определённый отпечаток, что она считает, что вот как она считает, так вот самое верное. По крайней мере, такое впечатление складывается. Например, она рассказывает, что, она считает, что люди делятся на две категории, и она говорит, что есть люди вовлечённые, не вовлечённые, отрешённые, по-моему, она их называет. То есть, типа, либо ты полностью в творчестве, либо ты полностью не в творчестве, потому что, она считает так, потому что она сама так делает. То есть, либо она полностью вовлечена. Если она видит на тренировке, кто-то не полностью вовлечён, то это всё. Ты либо вообще не вовлечен, либо полностью вовлечен. И мне кажется, это не совсем здоровый подход к творчеству. То есть ты либо полностью там, либо вообще не там. Мне кажется, ну, в случае с писательством, например, написать слово в день уже круче, чем не написать ничего. Это не обязательно, тебе не обязательно быть полностью в том, что ты пишешь, в своем романе, рассказе и так далее, в стихотворении. И, в общем, немножко странно из-за этого. Или, например, вот смотрите, вот эта вещь меня напрягла. Анкета. То есть ты должен заполнить. Я понимаю, вот было бы на белом фоне. Замечательно, берешь карандаш, дополняешь, но это анкета на черном фоне на секунду. Зачем вы это делаете? Причем не просто черный, а черный с красным. У меня вопрос к оформителям. Это очень агрессивные цвета. Зачем это делать? Но в целом, мне кажется, просто как прочитать, принять к сведению, я уже пока думаю, что, скорее всего, книга со мной не останется. Просто потому, что это очень-очень субъективная книга. Она очень субъективная, нон-фикшн, это всегда очень странная вещь. Например, была какая-то вещь... А, про многозадачность. Бэлла Тарк, конечно же, говорит, что вот, раз я не могу многозадачить, значит, никто не должен многозадачить. По крайней мере, вот это считывается. И было бы замечательно, если бы она привела пример исследований, которые существуют, про которые я читала. Да, это я уже на себя перекладываю. Ну, они существуют, просто как бы Google, как это называется, Scholar. И как бы это очень быстро ищется. Что многозадачность действительно плохо работает. Что чаще всего люди, которые многозадачные, они просто переключаются. Это, например, там люди, которые... У нас уже были споры по этому поводу в комментариях, но я повторю эту мысль, потому что это не моя мысль, это как бы исследование. Что, например, когда вы рисуете на занятиях по, я не знаю, истории, то вы 50% времени слушаете профессора, как бы микросекунд, 50% времени отвлекаетесь на свой рисунок. Я понимаю, есть механические действия, типа... Но рисование, как по мне, не совсем механическое действие. Когда ты осознанно вырисовываешь что-то. Когда какие-то узоры на полях, да, я считаю, что это механическое действие, вполне это можно сочетать. То есть, например, слушать аудиокнигу и гладить одежду, как по мне, вполне нормальная многозадачность. Файл и Тарпы ее отрицают вообще. Типа, на мне не работает, значит, ни на ком не работает. И... У меня аж... У меня аж голос пропал. Поэтому пока так. Я пока прерываюсь, пока не читаю, потому что мне нужно позавтракать. И дальше пойду на почту, и дальше буду уже держать вас в курсе событий. Сегодня мне придется довольно много покататься по городу, поэтому я не знаю, сколько еще успею прочитать. Но, как минимум, книга в день уже есть. И я этому очень рада. Если я закончу завтра, например, привычку к творчеству, то будет вообще замечательно. На третий день, например, комиксы я буду такая... Три на три! И еще вещь, которую я не учла. Я зашла в Инстаграм, потому что мне нужно было ответить одной девушке. И я увидела, что у меня какое-то нереальное количество уведомлений. Я поняла, что люди отмечают меня в Инстаграме, что они тоже начали марафон. И я понимаю, что по-хорошему надо бы... Ой, надо лайфнуть фотку. По-хорошему надо бы всех их репостнуть к себе в сториз. Ну, ты понимаешь, о, господи, это же еще столько времени, и хочется читать, и нужно столько дел делать. Ну, в общем, я постараюсь выделить минут 10-15, чтобы заняться вашими репостами. Вот, пока такой апдейт. Я сходила уже на почту, отправила книжечки, которые я не донесла таки до библиотеки. Пять книг отправила, а остальные пока у меня лежат. Думаю, или в библиотеку, или можно внизу в подъезде оставить. Пока, думаю, там не так много книг осталось. Сестра оставила меня на скамеечке, не знаю, что там суть. У меня прекрасный фон, даже не знаю, как это назвать. В общем, все еще читают Violet Arp, я на 142-й странице. Я так решила, что как-то надо немножко отпустить мое представление о том, как должен быть написан non-fiction, и просто почитать о чужом опыте, как другой человек видит творчество, как другой человек занимается творчеством, потому что она на самом деле очень опытная танцовщица, можно так сказать, наверное. И просто много лет работы они во что-то вылились. Она здесь много рассказывает, как делались те или иные постановки, как начинались те или иные идеи. И в целом это достаточно интересно, поэтому я продолжаю читать. А вон мое любимое изнательство XMO, где я проработала какое-то время с такой ностальгией на него смотрю, совершенно случайно здесь оказалось. Ну, вот это красненькое здание. Я думаю, многие из вас слышали про МЦК, но если вы не живете в Москве, вы не видели, как это выглядит. Вот, например, нахожусь на одной из станций, похожей на электрички на самом деле. И поезда такие же, как ходят до некоторых городов. Вот так выглядит станция. В принципе, все находится на открытом воздухе, поэтому ощущение электрички. Ну что, пора завершать сегодняшний влог. Я уже, вы видите, в тени в ночи. Сегодня очень много времени, конечно, ушло на всякие дела, потому что я сейчас снова собираю документы для визы. И целый день из одного в конце в Москве, другой в третий. И это, конечно, очень выматывает. Я за сегодня прочитала полностью Девушку Гик, вы ее видели с утра. И 176 страниц Твайл и Тарп. Привычка к творчеству. Ровно половина, потому что в книге что-то там вроде 350 страниц. И я надеюсь за завтра закончить Твайл и Тарп. И у меня будет книга в день пока что. Пока что все идет хорошо, и, конечно, надо не сгласить. Делитесь своими результатами. Я заметила, что в Инстаграме прям вообще такое оживление. На самом деле это немножко странно, потому что я объявила о марафоне только вчера. И столько людей присоединилось. Я очень, конечно, рада. Вот, увидимся с вами завтра. А на сегодня это все. Я всегда ваша. Пока. Пока.